Ну а теперь сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим, какие там порядки у нас в этом здании. В общем, все как в исламском государстве. А вы публичная лица? А при чем здесь публичная? Это мое личное я. Я вам сейчас покажу закон. Без моего разрешения никто меня не должен снимать. Интересно. А как вы думаете? Как же мы будем в этой ситуации быть? Эх, как жаль, что я выкручил. В общем, сейчас хотят на ряд вызвать. Здравствуйте. В отношении меня сейчас что-то будет? Вообще разговоры ведется в отношении меня, правильно? Вы и кто такой? Вы должностной лиц? Давайте сначала познакомимся. Давайте. На каком основании вы осуществляете эту съемку? Не, ну, в принципе, мы тут уже по большому счету общаемся. Я представлюсь, начальник правового управления администрации Кучин Алексей Владимирович. Скажите, я обязан сейчас объяснить основание, на каком основании я сейчас осуществляю съемку? Да, обязан. Обязан? Каким законам? Да, так вы находитесь в муниципальном помещении. Это является служебное помещение. На меня камеру направлять, хорошо? Нет, давайте я буду, но я немножечко... Будете направлять? Я чуть-чуть, может? Может, без камеры обойдемся? Нет, 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 я чуть-чуть вас поснимаю, если можно. Нет, еще раз говорю, я не на телевидении, я с вами... Давайте ваше удостоверение посмотрим. Посмотрим удостоверение мое? Да, конечно. И ваше, пожалуйста. Вы что меня документы спрашиваете? И ваше, пожалуйста, водное удостоверение в развернутом виде. Посмотрите, ознакомьтесь, пожалуйста. Саха Дмитрий Васильевич, можно пальчик убрать? 29 октября 2017 года. Так, должность ваша... Полицейский. Не вижу, а, вот, полицейский, ставшийся женой полиции. Ясненько. Так, если дело касается... В отношении меня касается, то я хотел бы узнать, что вы мне сейчас хотите сказать? Я сейчас прошу по данному факту... Что вы сейчас пишите? Карточку проверки для начала установить. Если честно, пожалуйста, законы в общественном контроле, пусть я меня здесь вниз, в полу-минстратуре. Я... Скажите, вот, полицейский, я сейчас что-то нарушаю. Я же не говорю, что вы нарушаете. Я говорю, пока... А почему вы требуете от меня что-то? Пока вы осуществляете съемку. Да. Не имея на это документов, там, разрешения, сертификатов, соответствующих... То есть, вы мне скажите, я нарушаю или нет? Мне вот конкретно нужно да, нет. Если нарушают... Сейчас, секундочку, я восстановлю вас, потом будем общаться. Хорошо? Минутку дайте время. С кем я разговариваю, что так... Ну, я не знаю, с кем мне общаться. Ну, я же говорю, все... Скажите, определите предмет разговора, и я вам посоветую... Все, все, что мне нужно было. Я получил информацию, я заснял. Все, я у вас спросил, кем это было, на основании чего. Вы мне все дали ответы. На всех случаях, если это закон, специалист подойдет, распечатает, то я вам дам, ознакомяйтесь. Вы мне дали все ответы, в связи с чем, почему, ну, с чем связан этот порядок. Вот это меня интересовало, я от вас эту информацию получил. У меня лично, к вам вопросов нет. Дмитрий Геннадьевич, 1974 года, события прошли. Я, конечно, буду всю эту информацию смотреть, проверять, делать выводы. Сейчас, секундочку. Вы проживаете где в Армавире? Нет, Новокубанск. Город Новокубанск, сам ли поселок откуда? Самого города? Да, самого города. Город Новокубанск. По Новокубанску, наверное. Бубенко Дмитрий Геннадьевич, 30-04-го, 1974 года, рождения. 74-го. 30-го, 04-го. Зарегистрировано. Угу. 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 А сколько случилось? Угу. Угу. Ничего. Угу. 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 Все хорошо. Ну, дай паспорт, на всякий случай. Угу. 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 Все прошло. Глас rack. администрации, то есть с работой, от персонала. Это должностное лицо. Какая разница, они что, не имеют права сообщить информацию? Ясно. Дежурную часть. И не являются, они должностными лицами. Я понял. Может вы снимаете для каких-то личных целей, я не знаю, там, может какой-то диверсант, мы же не знаем, каких вы целей снимаете, правильно? Это не смешно, о чем я и говорил. Мы же не знаем, каких вы целей. Может вы полностью планировку администрации снимаете, для каких-то ваших личных целей. Поэтому в связи с этим вы сейчас будете доставлены территориальным органам. Я буду доставлен? Вы будете доставлен, да. Я вам сразу это говорю. А если я откажусь туда, поехать? Вы не откажетесь, как у вас. Почему это не откажетесь? Ну я отказываюсь. Вы не откажете. 19.3. Неповиновение закону 3. Правда? Полиции, да. А давайте протокол задержания, пожалуйста. Сейчас, ну, пока в данном случае мы вас опросим. Без протокола задержания я сюда шага не ступлю. Нет, пока мы вас опросим в данное время, по данному факту. Что вы делаете, для чего? Чтобы нам нужно выяснить причины, в связи с чем вы осуществляете съемку, правильно? Да. Ну давайте выясним. Сейчас мы выясним причины, для кого, что и как. Опросим заявителей, что они поясняют по этому поводу. И тогда уже при решении, что и как. Может потребуется у вас и ФСБ на 3 этаж доставить, вдруг диверсант какой-то. Мы же не знаем. Неоднократно вы доставляли в территориальный орган Новокубанского района. Неоднократно? Да. По административным правонарушениям. По таким. И административным правонарушениям пояснить не могу, так как у меня не имеется компьютер. Вы говорите неоднократно и доставляли меня? Неоднократно, да. А с чего вы это могли вообще взять? С чего? С базой компьютерной, которая на вас, такая база существует, в которой занесены события каждого гражданина. Я же думаю, права у вас достоверная информация, правильно? Не поддельная, ни на другую фамилию. Да, спасибо, что объяснили, у меня вопросов нет, я понял. Интересный человек. Интересный полицейский. Ну, в отдел поедете, в любом случае. Ну, тогда... Там же будет минимальная дальнейшая деятельность. Нет, нет, тогда сначала протокольчик задержания. Вы же не хотите меня похищать, правильно? Ни в коем случае. Ну, тогда вы или позвоните, чтобы протокольчик сюда привезли. А потом я поеду. Все, что угодно и как угодно, чтобы не сработало 19.3, как вы говорите. А то знаем мы эти пугалочки 19.3. Каждый день я в свой адрес слышу 19.3. Я уже настолько привык к этой 19.3. Вы даже не представляете, как я к этому привык уже. Это просто будний день какой-то для меня 19.3. Сейчас второй сотрудник опросит. Без которого я обойтись не могу. Сейчас второй сотрудник опросит, вдруг будут совершить административное правонарушение. Ну, пока я вас опрашиваю по факту, а второй сотрудник там заявление принимает. А вот смотрите, у меня тут претензия по продаже товаров. С недостатками. 66 кабинет. Надо, надо. Я чуть-чуть. Я немножко. Побалуйся. В смысле? Какую оценку? Ну, ответили на ваш вопрос. Кто? Ну, администрация. Тожественное лицо, которое непосредственно отвечает. Да, вот начальник ответил мне все, дал все вопросы, которые я спросил. Дал мне все разъяснения. Так, а скажите, а вот этот гражданин, который написал заявление, он в связи с чем заявление написал по отношению ко мне? Я вообще чуть-чуть не видел, что он заявление писал. Или он устное заявление дал? Ну, сначала устное является вообще-то. Он сообщил в режиме сейчас. А потом будет письменное? Письменное, потому что он как устное просто. Устное вносится в журнал, принимаются меры соответствующие. Письменное. Вы меня ознакомите с ним? Конечно. Ясно. И что я нарушил или что? С чем это связано с заявлением? Вы осуществляете для начала съемку. Ну, на что вы не имеете права лицензии Киева? Я не имею права здесь снимать? А какое вы имеете право в служебных, территориальных помещениях, администрации снимать именно... А администрация города не является публичным? Нет, она является публичным. И это я понимаю. Ну, в публичных местах я имею права снимать. Я понимаю. Но в плане, как вы ходите здесь снимать, что это в лицо чуть ли камеру не суете. Это я понимаю. Если вы хотите в общем снять там, что посмотреть. Ну, а как поясняют, что вы в лицо камеру стоите, то это уже, считаю, переход. Абсолютно. Даже не ближе метра. Если я буду ближе метра, там лицо экран закроет. Я не знаю о качестве вашего телефона и о качестве вашей съемки. Ну, ясно. В общем, не понравилось кому-то, как я снимал, да? В принципе, примерно я понял, что против меня происходит. Вы позвонили, позвоните, чтобы этот протокол задержания сюда привезли. Сейчас, секунду, я прошу. Иначе мы тут долго будем с вами сидеть. Мы не торопимся никогда. Похищать себя я не позволю. لا. Нет, собе2008. Нет Это нет. 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 е. Он так работает, где-нибудь в ЦАРе? Отказался дать информацию. Телефон. Отказался дать информацию. Вы сейчас опрос идете? Угу. Ну почему с правами не ознакомить? 51-ю статью не надо говорить. Вы 51-ю хотите воспользоваться? Ну я и уже и пользуюсь. Вы будете пояснять по факту? Нет, просто вы... Вместо самонахождения здесь я еще не задавал вам вопросы. Я пока данную вашу сцену. Я ничего не хочу говорить, ни на что отвечать. Не хочу. Не хотите ни на что отвечать, да? Я ничего не нарушил, поэтому отвечать ничего не хочу. Если бы я там что-нибудь сделал неправильно, другое дело, я бы отвечал. Свои данные о себе я предоставил, и больше я вам ничего предоставлять не хочу больше. Вы знаете мой адрес жительства, вы знаете мою личность, вы ее уже открыли, мою личность, как вы говорили, в базе. То есть моя личность уже выяснена. О дальнейшей информации я говорить не хочу. О себе. О себе. Почитайте, пожалуйста. 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 Почитайте, пожалуйста.